С поверхностной точки зрения, когда эти птички садятся на ветвь зеленого дерева, их боли не видно со стороны, они сливаются с ним. Но это плоское видение, перспектива. Рамануджа Чарджа говорит, «Нет, они входят в зеленого дерева, они имеют свою индивидуальность, личность и жизнь в зеленом дереве». Рамануджа отвечает на этот довод, прибегая к тому же примеру птиц, он говорит, «Нет, когда эти птицы оказываются на ветвях дерева, они продолжают свое индивидуальное существование. И также это дерево представляет собой отдельную индивидуальную жизнь». Рамануджа Чарджа говорит, «Нет, они входят в зеленый интерес». Швила Гурман говорит, «Вишит-хей-тар-нан-тарам» комментируя слова Кришна, который говорит буквально, «О них», то есть преданные, «Мои преданные входят в меня». Он объясняет это как «Они становятся едиными с моими интересами». Махапрабху's opinion was, «Майя-бади, бас-я-хой-лей, сунь-лей-хой-сару-намш». By hearing this sort of misrepresentation of the truth, your faith will be destroyed. И комментарий Махапрабху был следующим. Буквально он сказал, «Если человек слушает комментарии, последователи Майя-бады и персоналистов, и его вера будет разрушена». Because it eliminates the personality of Godhead. So in those ways they say, he has no eyes, but he can see. He has no ears, but he can hear. He has no legs, but he can run faster than anyone. What does it mean? So he doesn't have a fleshy eye, a fleshy ear, a fleshy leg. Это означает, что личность, о которой идет речь, лишена телесных глаз, телесных рук, телесных ног. Сад-читананда-вибраха – he has a divine form that is the personification and expression of an unlimited ocean of ecstasy. Сад-читананда-вибраха – он обладает Божественной формой, образом, который является олицетворением океана экстатической радости. You know, we said before, Kaviraj Goswami Chari Khamrita saying, if human-like pastimes of Krishna are the central conception of the infinite. Because we are under the influence of mundane stereotypes, the extremes of the infinite are more easily perceivable by us. So we hear Brahman, impersonal Brahman is all accommodating. It's greater than the greatest. That sounds like God. Or Paramahma – all permitting, all pervasive, like Google, knows everything, so much information and all that stuff. Or the idea of God as Paramahma – the higher soul or the higher beginning, which makes everything, reaches everything, something similar to Google, a social media system in the Internet. Something similar to that. This picture also seems to be more similar to God. But the Bhagavatam tells us that the all accommodating Brahman aspect of the infinite and the all pervasive, all permeating Paramahma aspect are subordinate to the central conception of the infinite, Bhagavan, the human-like pastimes of the personality of Godhead. Однако the Bhagavatam утверждает, что и то и другое проявление – Бог как самое великое, всеобъемлющее начало, и Бог как мельчайшее начало – являются лишь тростепенными аспектами центрального явления. Бог как Бхагава, как личность. Мувьянтийатсурайава – even the gods are bewildered by Krishna's human-like pastimes. Даже боги растеянно ошеломлены или изумлены человекоподобными играми Кришна. Брамха himself. How is it possible that this little cowbird boy, with his mouth full of food, herding cows, on the banks of the Jumuna river, in a small town, can be the original source of everything? Сам Брахма говорит следующее, как возможно, чтобы этот мальчик из пастушеского племени, который пасет коров, мальчик-пастух, чьего полон еды, он живет ее, скворостиной в руке, как на берегу Емуна пасущая коров, как возможно, чтобы это существо было тем самым высшим началом. После того, как Кришна убил Агхасуру, обитатели небесных миров, боги и богини ликовали. Так много боги и богини радостно пели, танцевали, празднули это замечательное событие. И звуки этого торжества были настолько громкими, что достигли Брахма лук, что вызвало Брахма любопытство, он захотел узнать, что происходит. И когда Брахма спустился вниз, в земное измерение, он заметил, что все эти личности, боги и богини поклоняются, этому существу, пятилетнему мальчику, пастуху, чайрод напит едой, палкой, пастушистой палкой в руке, в таком обличии, он не мог понять, что это. Он думал, бог должен иметь четыре руки и выглядеть более царственное обличие, и быть более старым. Как на Сиспиан-чампел, God is always an old man with a beard, touching somebody with a spark of light. Изображение в сикстинской картурии, где бог-отец изображается старцем, старым человеком. Old means beard. А, с бородой. Старый обязательно значит с бородой. The person said he's the ari purusha, adyan, puran, purushan, navayuan, he's the oldest of all, but you never see a person with a beard. navayuan, he's the eternal teenager. navayuan, he's the eternal teenager. But then also showing younger age. The moral of the gandakarishara. Anyway, Brahma thought, I'll make this little kid cry, and then this whole charade about all the gods worshiping him will be finished. When I take away all his cows and friends, then don't cry. So he stole them all and put them in a cave on Brahma Loka. Now we'll see what he does. But when he looked, he saw all the cows covered everything there as before. He died. So this Brahma, we hear his middle age, he thought, maybe I'm a little forgetful. But he saw those cows, calves, coward boys that he stole, they're sleeping in the cave on Brahma Loka, but replicas, exact replicas are there. Then he thought, maybe I'll examine them more scrutinizingly. And then he started looking at them very carefully and seeing they were all turning into four-arm Vishnu forms. And he started seeing innumerable brahma, shivas, and even abstract things like north, south, directions, the wind, everything, all the grass, everything was swaying in some kind of excitement. And he started seeing the static dance and praise of Krishna. As mentioned, in Krishna's abode, every movement is down. So even when the grass moves, it's ecstatic dancing. So even when the grass moves, it's ecstatic dancing. The whole spiritual world is constructed out of chin-moy, spiritually-dedicating substance, personified devotionally. So the waves of Dajjamuna embrace Krishna. The clouds, the clouds, make umbrellas, the shaded Krishna, the counter-bloods, everything there is conscious, super conscious, Krishna conscious. No, Krishna consciousness is the consciousness that is the primordial substance. That Brahma fainted at this display. And when he came to consciousness, he offered so many prayers that form the Brahmastuti to Sri Krishna. I did not think that you are not so easy to see. И здесь в этих словах он говорит, «тебя не так далеко разглядеть, увидеть, кто ты обра в бусе». Потому что у тебя комплекция, как в монсуне, очень твердое и мастерое. И этот цвет очень таинственный, его очень трудно увидеть. Однако ты сияешь, однако твои одежды, желтые, подобные молнии, позволяют увидеть это темное нечто. И Шри Лагуру Махараж извлекает из этого внесания следующий смысл, говоря, что это указание на то обстоятельство, что он облачен свою энергию, свою потенцию Шри Мати Радхарани. Она являет Кришна, ostensibly covering, actually revealing. Ostensibly, apparently, as in other words, it's a covering, right? Things which cover conceal. Here's a covering that reveals. So we have to adjust our thing 180 degrees. You know, on a circle there's 360, 180 means, you know. We need to change our mood to 180 degrees. Sarasvati Thakur sometimes says, Goloka means a solid circle. An infinite number of points makes a line. An infinite number of points makes a solid. Galoka is a solid circle of an infinite number of spiritual planes that are all being broadcast simultaneously in real time. How is this possible? How is this possible? How is this possible? Like the sun, what we observe of the sun. Here, right now it's dark. Sunset, the sun has set. But as we make a conference call, you know, where we can talk to many people at one time, somewhere someone can report, Oh, it's a beautiful sunrise, unlike any you've ever seen, right at this moment. Someone else will say, Oh, now it's the blazing hot sun of noon. Someone else at the exact same moment saying, Oh, we're watching the most beautiful sunset. All being broadcast simultaneously. And the sun is a mundane object. And the sun is a mundane object. So what to speak of the Supreme Absolute Truth. And the sun is a mundane object. So it says in Gita, Janma-kharma-chame-dibhyam evam-byo-veti-tat-puta-ha-kyaktva-devam-kunar-jama-naitimam-meti-sorjanam. If you can enter into the mysteries of this understanding by the grace of Guru and Guru Ranga, then you can walk away from the body consumption and enter into the Swarup plane of Seva world of Shri Krishna. No longer voyeuristically envisioning oneself as an explorer. You're rather embracing the position of a dedicated unit, a servitor. It's a plan that is only accessible by service. It's a plan that is available to us. 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 In the journey of Seva World of Shri Krishna. This will not be available to us. Продолжение следует...